Для начала снова хотел бы поздравить люкующих азербайджанцев, потом их отпустим и перейдем на наши с вами секретные панормянские темы. Итак, как я уже говорил в прошлом выпуске, еще раз хочу поздравить вас с тем, что вы почти освободились от армянских оккупантов и на их место приняли российских оккупантов. В 90-х вы положили сотни жизней, чтобы освободиться от российской армии. На этот раз вы положили от 6 до 7 тысяч своих граждан, чтобы променять армян на русских. Что вам будет лучше, покажет время. Я сейчас не могу сказать. Но пока ликуйте, хотя знаю, что в Азербайджане уже начались антироссийские настроения. Но больше всех ликует, конечно же, Ильхам Алиев, так как обманув вас, он обеспечил себе и своей семье пожизненный Азербайджан. С этим я вас и поздравляю. А в Арцахе армянам так и вовсе наверняка спокойнее будет, что они под эгидой России. Наслаждайтесь шушой. Пока. Да, и не забудьте еще две вещи. Потребуйте от Алиева правду о том, сколько жертв было отдано. Так называемых шахидов. Если вас, конечно, интересует число. И второе. Один на один с армянами вы никто. Так было и в 90-х. Даже ликование праздновали на базарах. Вот вы кто. Маленькому Арцаху пришлось столкнуться не только с вами, но и по большей частью даже не с вами, а с Турцией, а также туркоманскими сирийскими бандами. И бились арцахцы полтора месяца со всей этой сворой. Вдумайтесь, вы и сейчас ликуете там по всему городу Баку, поднимая флаги Азербайджана, Турции, Пакистана, вашего спонсора Израиля. Так что у Арцаха только, можно сказать, воистину героизм. Впрочем, вы и не скрывали, что вами руководят турки. Турецких генералов в эти дни у вас было больше видно и слышно, чем своих собственных. В том числе, Закира Гасанова. Так что для вас это трусливая победа, а для армян героическое поражение. Запомните эту цитату. Она вам еще пригодится и обещаю вам, вы ее еще вспомните. Теперь наш панормянский междусобойчик. Как вы знаете, я никогда не был сторонником ни старых властей, которые, как еще теперь и оказалось, что грабили народ и за почти 30 лет не позаботились о безопасности Арцаха. Но и новых властей, которые вели себя вольготно, зная, что Арцах не только не защищен, но и там отсутствует самое элементарное инженерно-фортификационные сооружения. Мы так нанюхались этих самых духов, что забыли от надвигающегося смрада из Турции и Азербайджана. Но это не повод, чтобы сейчас устраивать стране беспорядки. Это будет величайшая глупость. Вторая величайшая глупость за этот год. Не нужно приносить большей радости врагу, чем та радость, которую уже принесли. Да, к сожалению, в нашем народе всегда были и есть предатели. Видимо, они помогают нам выживать. Вдумайтесь, за три тысячелетия нас кто только не пытался уничтожить. А уж после 15-го года, когда было истреблено полтора миллиона армян, так и вовсе нас не должно было быть. Но мы снова воспряли, расправили крылья и даже после этого выиграли две войны. И сегодня мы воспрянем и будем дальше жить и станем сильнее. Еще раз повторюсь и обращусь к нашей диаспоре. Отбройтесь к черту все и давайте займемся в конце концов Армении. Бизнесмены, хватит строить церкви. Уверяю вас, это не путевка в рай. Путевка в рай будет, если вы откроете в Армении рабочие места, где станут работать производства, в том числе военно-промышленного комплекса, тыльного производства. Путевка в рай будет, если мы задействуем в Армении ученых, создадим им условия работы. Наши сокровища, умы армянские, помимо того, что они творят за пределами Армении, станут творить и на исторической родине. Каждый из вас должен напрячь мозги и подумать, что у него хорошо получается. От инженера до бизнесмена, врача и офицера. Все должны найти себя в Армении. Неважно, внутри страны или на расстоянии. Но ваши плоды должны быть и там, в том числе, помимо того, в каких странах вы приносите свои плоды, ваш бизнес, ваши мозги. У нас есть время расправить крылья. Наполнить грудь воздухом и начать работать. И Арцах будет наш. Я в этом не сомневаюсь. Только обязательно начните каждый с самого себя. Если вы не труп, если вы не амеба, то вы обязательно начнете. И я и весь армянский народ верят в вас. Что касается, опять же, предателей, то я снова скажу, очень много о них говорил. И вспомните мои выпуски. Уж я так с этими предателями иду одновременно. Ровно столько, сколько существует антитопор. Все эти 8 лет. Какие только заявы эти предатели армяне не писали на меня. И в полицию, и в ФСБ. И сайты против меня открывали. Отписывали там гадости. Но вы все это знаете. Но я не сломался. Если они плюют мне в спину, значит я иду вперед. Это нормально. Так и вам советую не сломаться. Нам нужна крепность, выправиться, идти вперед. И Дадиванг, и Арцах был и будет армянским. Теперь второе. Я хочу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Кахакакан и асаракакан гортичнырэ петкэ ашхатэн айт ухутиамп. Найэв мэр блогернэрэн у охтарэрэн. Скриншот арэк амэн инч, айт кэнданинэрэ ирээнц дгитутэн, хамадзайна, хакарусакан, траматучионэрэн, цуцабэрэлэ, цуцадраконэрэн, кристонияакан, сэрбототюнэрэн в очень чанэйлу и в шат наманати банэр. Хакарусакан траматучионэрэ нрансмот сэвэлэээн ардэн шат шутов. Харивурэ ворпэси мэр химарнэрэ нрансидь арач чанцнэн. Прошлый раз я хотел, кстати, предложить Армении наградить орденами боевой славы, боевого креста российских летчиков, чей экипаж был сбит азербайджанскими вооруженными силами Владислава Грязина, Юрия Ищука и Романа Федина, погибшим во время исполнения их служебных обязанностей. И сегодня все-таки пришла новость из Армении, что президент республики Армения Армен Саркисян представил экипаж к награде. Они сопровождали военную технику с воздуха, но неприятель сбил их вертолет, тем самым лишив жизни двоих, а один тяжело был ранен. А та сволочь, что посол Азербайджана в России, палат Бильбилуглы, что окрылил гибель пилотов крылатой фразой «на войне, как на войне», вообще должен после такого покинуть Россию. Этот старый маразматик послом послит с 2006 года. Впрочем, думаю, его дни в качестве посла сочтены, если все-таки Азербайджан возьмется за голову. Хотя, думаю, вряд ли Азербайджану придется это сделать. Я думаю, такой посол, имбецил, как Бильбюль в России им еще нужен. Этому лжецу давно бы пора на покой. Ему 75, но он пока послит. И я думаю, до 80 точно еще отпослит. Ну что ж, я надеюсь, меня услышат и воспримут мои слова серьезно все армяне. Давайте действовать. Если мы не хотим продолжать рвать на часть наши исторические земли, выше голову. И сейчас, как я уже вам говорил, на армянском языке, да и на русском тоже в прошлых выпусках, азербайджанцы сами работают на нас, распространяя записи, видеозаписи, как их изверги издеваются и над людьми, и над животными, даже животных не щадят, и над стариками, и над армянским культурным, духовным наследием на территории Арцаха. Завтра они могут сказать, что все это было албанским, это были немы, армяне-звери. Но, как вы видите, это все было и в 90-х годах, когда они даже собак не щадили. Вот есть видео, где они там над собаками издеваются, принадлежащими армянам, да. Но ведь в 90-х то же самое было, когда было вот это кровавое месиво в Баку и Сунгаите, не щадили даже собак армянских. И чего я видел даже своими глазами, я однажды даже говорил. Чего уж говорить о самих армянах и их каменных культурных наследиях. Поэтому все это обязательно собирайте, скриньте, распространяйте. Это факты, это исторические факты. И все должны увидеть, с каким зверством мы имеем дело. Что это не люди. Чтобы с ними жить, нужно хотя бы, чтобы они обратились в людей. Но это пока еще не люди. И будут ли они людьми, пока еще, к сожалению, неизвестно. И на пасашок хотелось бы прочитать вам одно стихотворение. Я думаю, вы оцените эти стихи достойно. Ты мой гордый народ, не кори себя так, что жемчужину ты не сберег. Ведь ценна она только когда у тебя, чужаку, это все невдомек. Ни дороже песка, ни ценнее камней, тех очкары, что гордо стоят. Твои храмы, что многих империй древней, и в себе твое сердце таят. Не поймет тот чужак никогда твою боль, что сочится дудука сквозь плач. Небесами тебе уготована роль, что твой свет лишь узрит тот, кто зряч. Ты силен, мой народ, ты силен тем, что есть, сквозь десятки веков прошагав. И твое поражение в битве за честь ни победа ни разу врагу. Нет победы достойней, чем духа закал при защите родной стороны. Нет заслуг у того, кто на дом твой напал, когда силы отнюдь не равны. Каждый век у тебя отрывали клочок, отрезали от плоти куски. И сегодня злой рок преподносит урок, твою плоть зажимая в тиски. Но как феникс из пепла всегда восставал, ты, народ мой, набравшись вдруг сил. И опять ты свой сад небольшой создавал и опять для мира творил. Свет Христов, озарив тебя первым из всех, освещает нелегкий твой путь. А родное письмо стало важной средь вех, не позволив тебе утонуть. Но сейчас, мой народ, ты своей рукой обрекаешь себя же на смерть. Не смирившись с собой, потерял ты покой, проклиная небесную твердь. Не терзай свою плоть, по-живому не режь. Есть во всяком народе свой грех. И пока этот след от ранения свежь, ты лишь радуешь недругов всех. Боль пройдет, мой народ, и ты будешь опять созидать и свой сад орошать. Будешь ты врачевать, вглубь ядра проникать и шедеврами мир одарять. Ты, мой древний народ, а в единении сейчас ты нуждаешься, как никогда. Ты, мой славный народ, мой любимый народ, я прошу, так себя не кори. Все плохое проходит, и это пройдет. Ведь жемчужина здесь — это ты.